Перед тем, как мы помолимся, я бы хотел вместе с вами порассуждать на такой темой, на темой страданий. Я думаю, что каждый из нас, когда мы размышляем о том, что сделал Христос для нас, мы читаем местописание, когда Он был пригвозден на кресте, когда Он взял наш грех, то, что было невозможно, никто не мог сделать, этого только Христос. И Он действительно понес то наказание, которое мы заслуживаем, и Он примирил нас с Богом. И в этих страданиях, если мы увидим, что действительно Бог, Он много пострадал, Иисус, Он много пострадал, имел величайшую боль и тяжесть, и нам, возможно, это до конца мы не поймем, те переживания, которые Христос пережил. Но, тем не менее, помимо боли, мы видим, что через этих страданий Бог победил грех. Бог победил, делал то, что невозможно, через страдания. Тема сегодняшней проповеди, моей проповеди, страданий – это не только боль. Каждый из нас, страдания – это, наверное, я думаю, что ассоциация с болью, с каким-то дискомфортом. То, когда мы вспоминаем те ситуации, те моменты жизни, когда нам было очень сложно, мы не хотим еще раз пережить это. Мы понимаем, что это был очень сложный путь для нас, или очень сложный период для нас в то время. И вот ассоциация первая – это идет с болью, с каким-то дискомфортом, с тяжестью, которую мы пережили или переживаем. Но хотелось бы сегодня посмотреть на другую сторону, на другую сторону страданий. Что нам дает страданий? И что говорит Библия о страдании? Что говорит Бог о страдании? Первое, я хотел бы осмотреть, порассуждать вас с вами – страдания в виде наказания. Очень часто мы в Библии, большинство, больше всего в Ветхом Завете, мы видим, как Бог наказывает народа Израиля за непослушание, за то, что они не послушались. И Бог дает одно предупреждение через пророка, второе – Он просит их «покайтесь, вернитесь ко мне». И народ не слушается Бога, и происходит наказание. Знаете, когда я думаю, размышлял о наказании, о том, как Бог наказывает, я себе сделал такое сравнение, как любящий отец. Как мы, когда у меня трое детей, как мы наказываем наших детей, мы говорим, если ты не успокоишься – одно предупреждение. Второе предупреждение – если ты не успокоишься – последует наказание. После этого дети нас не слушают, последует наказание. И когда они были наказаны, они очень обижены, мы подходим к ним и говорим, «Ты знаешь, что ты был неправ, это во благо тебе, я наказываю, потому что я тебя люблю». И ты начинаешь их поддерживать, и начинаешь проявлять свою любовь после наказания, потому что ты их любишь, своих детей. Так и Бог, Он наказывает, Он наказывает нас, если мы не слушаемся Его. Он предупреждает нас о том, что если мы находимся в греховном состоянии, Он не соглашается с этим. И Он делает одно предупреждение, второе. И после этого следует наказание, потому что Он любит нас. То, кого Он любит, Он наказывает. Это наказание очень некомфортное. Может быть, какое-то испытание, какие-то страдания, какая-то болезнь, какое-то что-то неприятное. Но оно приносит пользу нам. Оно приносит исправление. Так как любящий Отец, Он не оставляет нас во время наказания. Он поддерживает нас. Он дает силы нам, чтобы мы прошли через эти испытания. Давайте откроем Псалом 118, 75 стих. Псалом 118, 75 стих. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». И по справедливости Ты наказал меня. Ты видел, что я не послушался, и Ты явил Свой суд по справедливости, потому что Ты Бог справедливый, и Ты не можешь по-другому поступать. 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Исправление. Бог через страданий, через те, когда мы наказываем своих детей, они исправляются. Мы наказываем, потому что мы любим, и мы хотим, чтобы они выросли воспитанными детьми, мы хотим, чтобы они выросли послушными, мы хотим, чтобы они делали правильный выбор в своей жизни, так и Бог. Хочет, чтобы мы поступали правильно, хочет, чтобы мы делали правильный выбор в своей жизни, чтобы мы следовали за Ним и поклонялись Ему. И 67 стих, этот же Псалом, «Прежде страданий моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». «Прежде того, я заблуждался, говорит псаломопевец, перед тем, как страдать, я не вникал в Твой закон, но когда постигло меня это страдание, Ты явил Своё наказание, я начал ценить, я начал правильно расставлять свои приоритеты». Я недавно уже прочитал одну книгу, начал читать и уже закончил, и автор этой книги рассказывает, как случилась в его жизни ситуация, он попал в аварию, и он лежал в больнице, ожидал результаты снимка, чтобы узнать, что с его шеей, есть ли какие-то серьёзные повреждения. И когда он лежал, он начал переосмыслить всю свою жизнь, свои отношения с детьми, свои отношения с женою, свои отношения с Богом. Всё начал переосмыслить, куда он движется. И есть моменты в нашей жизни, когда мы суета, вопросы этой жизни, те вопросы, которые у нас дома, на работе, они забирают времени, и у нас не остаётся времени даже порассуждать над Писанием, побыть в присутствии Бога, поразмыслить над своей жизнью, над своими приоритетами, чтобы понять, как нам нужно поступить, всё ли у нас хорошо, поступаем ли мы правильно. И вот Бог, возможно, видя состояние псалмопевца, допустил эти наказания, эти обстоятельства, которые пришли в жизни. И он понял, что это послужило ему во благо, для исправления его, что он понял, что является для него ценнее. Итак, первое – страдание в виде наказания. Второе – страдание – это преображение, изменение. Если мы читаем Библию, мы находим, в основном, в Новом Завете и книга Йов, мы видим, что Бог допускает страдания, испытания в нашей жизни не только в виде наказания, не только, когда мы непослушны. Давайте откроем 1 Петра, 5 глава, 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу в Христе Иисусе, сам под кратковременному страданию вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Страдание – это преображение, это изменение. Если вы задумаетесь о тех случаях, когда вы проходили через какие-то сложные ситуации в вашей жизни, сложные испытания, вы приобрели ценный опыт. Вы уже не тот, который был раньше, потому что Бог укрепил вас через этих страданий. Бог сделал определенные качества. Он как золото, которое нуждается в огне, чтобы оно становилось ценнее. Вы становитесь все ценнее и ценнее, проходя через эти испытания и оставаясь верным ему. Один человек, который, Терри Уайт, 4 года был в плену, находился в плену, в тяжелых испытаниях. Он пошел к террористам для того, чтобы попросить освобождения тех заложников, которые были у этих террористов. И его захватили, подумав, что он является агент ЦРУ или агент какой-то, я не знаю, страны. И его захватили в плен. Он верующий человек. И в 1991 году его освободили. И после этого он сказал такие слова. «Находясь в плену, я был полон решимости, как полно и сейчас, превратить этот свой опыт в что-то полезное и благотворное для других людей. Думаю, это самый лучший подход к страданиям. На мой взгляд, христианство ни в коей мере не преуменьшает страдания. Оно дает вам способность принять их и растеряться их, не растеряться перед ними, преодолеть их и преобразить их. Страдания – это изменения. Если вы задумаетесь о тех сложных ситуациях, которые вы проходили, когда Бог провел, вы приобрели опыт, вы стали сильнее. И были ситуации, возможно, были в вашей жизни ситуации, когда, проходя через тяжелые, сложные обстоятельства, вы прошли через это, приобрели опыт. И встречались в вашей жизни люди, которые вы, может быть, в похожей ситуации, они были в тяжелой ситуации, как и вы, может быть, тяжелее, может быть, но вы давали им какие-то советы, вы рассказывали о том, как вы проходили через эти обстоятельства. Проходило время, и они подходили к вам и говорили, знаешь, Ион, ты мне рассказал вот эту ситуацию. И оно мне помогло. Оно мне помогло в ту трудную минуту, когда мне было очень сложно, оно мне помогло. Потому что тот опыт, то, что влаживает нас Бог во время страданий, оно является очень ценным и очень практичным. И третье страдание это познание Бога. В страдании мы познаем Бога. Потому что в страдании мы чувствуем себя немощи или понимаем, что мы не способны что-то решить. И мы понимаем, кто может нам помочь, у кого есть вся сила, в ком мы имеем освобождение от тех сложных ситуаций или болезни, которые есть в нашей жизни или которые постигают в нашей жизни. Кто может дать нам сил перейти через это? И понимаем, что это Бог. И мы начинаем взывать к Нему. Мы начинаем общаться с Ним. Мы начинаем читать Библию. Мы начинаем познавать Его. Мы тогда очень и очень внимательны. Очень и очень внимательны к Нему. Какой Он. мы начинаем искать, что Он может нам сказать, какое утешение Он может дать, потому что понимаем, что мы бессильны, мы беспомощны. Висайи, 45 глава, 6-7 стих. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня, Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Бог допускает, Бог не делает зло, но Бог допускает иногда зло, бедствие в этом мире для того, чтобы показать себя. Какой Он. Если помните, в 2012 году в Японии было большое бедствие. И после этого бедствия многие миссии могли рассказать, было рассказано, если я не ошибаюсь, миллионам людей о Христе. Там, где нету христианства, 2-3% людей, христиан в этой стране, после этого бедствия. Многие миссии людей, принимали людей, которые остались без ничего, и они могли им рассказать, и никто не отвергал Христа, никто не отвергал Бога. Они могли рассказать миллионам людей о Боге. В моей жизни была ситуация, когда после свадьбы мы служили в миссии, в Украине, и мы жили от поддержки людей. Нас поддерживали разные люди, разные церкви. Мы от этого жили. И случилась такая ситуация, что несколько месяцев мы не получали финансовую поддержку. Очень много было служений, мы не могли все оставлять, но мы понимали, что у нас есть сложная ситуация в семье. Я думаю, что для мужчин это очень важно или очень тяжело, когда есть финансовые проблемы, он ищет как-то их решить, потому что на него стоит обеспечение семьи. У нас сложная ситуация. Мы снимали квартиру и не было денег оплатить за квартиру, за апартмент. Мы не знали, как поступить. Была очень сложная ситуация. И мы начали молиться. Мы молились и срок для того, чтобы, когда уже нужно оплатить за квартиру, становиться все меньше и меньше. Мы молились и молились. И Бог, Бог, Он верный Бог. И Он делает все вовремя. Он послал человека, который дал нам сумму, что оно хватило почти на полгода. И знаете, эта ситуация нас научила. Мы познали Бога, любящего и заботливого Бога, который не оставляет. не оставляет. Даже когда нету надежды, Он не оставляет, Он делает все вовремя. Если бы не было этой ситуации в моей жизни, я бы не познал такого Бога практичный. Это запечатлелось в моем сердце на всю жизнь, потому что я это пережил. Я понял, какой Он. Я понял, что Он Бог, Который никогда не оставит. И Он даст столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. столько, сколько мы нуждаемся, Он даст нам. Потому что Он заботливый Бог. Какие бы обстоятельства ни были, Бог, Он любящий и заботливый и всегда с нами. Потому что Он показывает свою любовь, Он уже показал свою любовь через своего Сына. Он дал самое ценное для нас, потому что Он любит нас. Я думаю, что конечно, на все вопросы не можно найти ответа. Бывают разные испытания у разных людей, бывают сложные ситуации, которые не всегда можно найти ответ на вопрос. Но я верю, что Бог дает нам силы проходить через все это. Я верю, что Бог, Он не оставляет нас в сложных ситуациях. Я верю, что через этих обстоятельствах Бог делает нас сильнее и сильнее и показывает, преображая нас в свой характер, давая нас в свои качества для того, чтобы мы становились сильными и были Его детьми тут на земле, показывая Его свет, Его любовь. Пусть Бог вам поможет в ваших обстоятельствах, в ваших трудностях, чтобы вы остались верными Ему. Я думаю, что те вопросы, которые у вас есть или будут, когда мы будем на небе, мы получим те ответы на наши вопросы или у нас уже не останутся вопросов. Аминь. Давайте помолимся.